Шокировала Путина вторжение в Курскую область. Оказывается, Кадыров говорит, я все решу за 2-3 дня, но это не точно. А российские генералы сдают друг друга, и дело тут даже не только лишь в Курщине. Обо всем этом и не только. Говорим прямо сейчас. Ирина Узлова меня зовут и с радостью я сообщаю, что со мной традиционно еженедельно вместе с нами со всеми, конечно же. Игорь Эйдман, социолог и политолог из Германии. Игорь Веленович, здравствуйте, рада вас видеть. Добрый вечер, взаимно рад. Да и новости такие у нас с вами. С вами всегда приятно обсудить их. The Moscow Times на условиях анонимности сообщили 4 российских чиновника, что инвазия в Курскую область стала шоком для российских военных и для Кремля. Это пощечина для Путина. Он начал нервничать из-за операций в СУ. Ну, судя по тому, как он вот так сидел, вот я подозреваю, что у него даже некие геморройные процессы начались в том месте, куда он ходит, чемоданчик. На заседании Совбеза, который опять собирает, кстати, и 9 августа. То, видно, занервничал. А чего он шокировал? Война вернулась на его территорию. Да, понимаете, он же живет в своем мире, да? В его мире, в его вот картине мира, которую он создал в своей голове и которую создали его халуи-приклебатели. Там все хорошо, понимаете? Там ни такого быть не может. Это противоречит его полностью тому, как он представляет реальность. Они уже там раз 10 победили, раз 10 уже полностью захватили Украину. То есть как бы в их картине мира Украина уже как бы не может сопротивляться. И тут вдруг такой, что называется, удар. Удар, я даже не знаю, куда-то там впадых, так что их там переклинило, перекосило всех. То есть совершенно причем неожиданный. Для них это откровенный провал российских спецслужб всех и военной разведки, ФСБ. Очевидный совершенно провал, во-первых. И провал военных, провал армии, во-вторых. И провал политического руководства, то есть лично Путина, в-третьих. Для него это, конечно, унизительно и оскорбительно. Я уже много раз говорил, при том числе и в ваших эфирах, что он считает, что он связал как бы вот свою политическую карьеру нынешнюю с тем, что он вот такой великий полковолец, воссоединитель русских земель Российской империи. Такой, значит, Петр Первый или новый русский Александр Македонский, я уж там не знаю. И вдруг такой облом, каждый раз. Только он уже загордится, только ему покажется, что его амбициозные эти все мифические задачи, они реализованы. Как вдруг украинцы показывают его слабость. Слабость его и слабость его военной машине. Что они неадекватно воспринимают реальность и не могут отражать те угрозы, которые перед ними появляются. Поэтому, естественно, сразу сдувается и впадает в такой, как мы сейчас видим, легкий невроз коматоз. Или даже не очень легкий. Что облом, что коматоз, все это, конечно, присутствует. Ну вот, ну почему не справляются? Выходит вот Кадыров и говорит два-три дня, и все решится по Курску. А почему он так убежден в этом? Ну, то, что он болтает, это не значит, что он убежден. Там у этих людей, я, по-моему, что же говорил, это называется по Орвеллу уткоречь или речи кряк. То есть слова у них рождаются не в голове, не в головном мозгу, а чисто как у уток в гортане, то есть не имея ни касательства никакого с каким-то мыслительным процессом. Так что, что они там крякают, это, в общем, абсолютно неважно. Он что-то прокрякал недавно Кадыров, что они закончат победой войну к Новому году, например. Сейчас вот он крякает что-то о какой-то победе за два-три дня, но никакого отношения к реальности, конечно, все не имеет. Другой вопрос, что ему сейчас надо активно крякать, потому что там его тикток-войска опозорились же, они просто сбежали там с границы, они же обещали Путину и там грозились, что это какая-то сила, что они уж точно не пропустят никакое вторжение на свою территорию, вы что. И вот в результате, как говорят местные генералы тиктокеров, что у них все в порядке. Там, где стояли они, батальон Ахмат, там украинцы не прошли. Они, правда, прошли в других местах, но вот рядом прошли. Ну а там, где они стояли, как вкопанные, они никого не пропустили, понимаете? Вот так что это, конечно, смешно, но сейчас ему надо громко крякать, что все будет нормально, они там справятся с ситуацией. Ну, конечно же, говорил там Алаудинов, и не только лишь, что на самом деле никто никуда не уходил, и вот заставили срочников писать даже перед чеченским Ахмата не сила, а Ахмат могила, как я их называю, извинения, потому что, на самом деле, они же там, они не вступили в бой с ВСУ в Курской области просто из-за того, что как вагнеровцам Али Пищаная Боря помешала, так этим то, что украинцы обошли их позиции. Они говорят, на все есть объяснение. На самом деле, они действительно немощные, или просто держатся для чего-то другого Путиным? Я думаю, что они держатся Кадыровым для чего-то другого, для охраны собственного клана. А для Путина он ему как бы просто, что называется, продает воздух. Он ему, видимо, давно впаривал, что вот эти чеченские силы, в случае чего его защищат, ему помогут, но, как мы видим, ничего не защищает Путина, а защищает они Кадырова и его окружение. Тем более, сейчас там ситуация напряженная в Чечне. Кадыров, того и гляди богу, отдаст душу или там кому. И строй нужно будет обеспечить плавную передачу власти его клану. Так что они для этого нужны, а не для защиты каких-то там путинских территорий. Понятненько. Облом и провал произошел. Поговорят, по крайней мере, поговаривают, скажем так, подайкует, из источники Блумберга, что Герасимов знал о том, что готовится операция на Курскую область, но не сделал ничего. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правых исследований, частый гость моих эфиров, также говорит, что две причины тому могли быть виной, что или это саботаж Герасимова с последующими действиями уже избавления от Путина, возможно, глубоко копаем, но все же. Или просто мы решили не беспокоить диктатора и подумали, как-то, может, сами справимся, что лишнюю информацию передавать. Как, полагаете, мог ли знать Герасимов? И если он все-таки проигнорировал и не доложил туда на другие верха, то какову цель он мог преследовать? Да, вот смотрите, я помню, что у нас был эфир вскоре после того, как Белоусова назначили министром обороны. И я говорил о том, что нынешний генералитет будет его всячески подставлять, всячески саботировать его деятельность, потому что это закон такой. Пришел в уже давно сплоченный мафиозный клан, какой-то человек со стороны, с полномочиями там, как наводить какой-то там новый порядок. Конечно же, генералам он не нужен даром, они будут стремиться от него избавиться, а для того, чтобы избавиться, подставить его. Так что если, я не утверждаю, но если действительно Герасимов знал, но сорвал мероприятие по подготовке к украинскому наступлению, то вполне вероятно, что таким образом он хотел подставить нового министра Белоусова, продемонстрировавшего Белоусова. При Белоусове, значит, при Шойгу, там такого не было, как они любят говорить. А при Белоусове вот стало. Хотя, с другой стороны, есть и аргументы против, потому что он таким образом подставил бы и себя тоже. Но, может быть, он слишком уверен в своих позициях, а Белоусов, как я уже говорил, новичок, чужой человек, его проще будет как-то подвести к оврагу и туда спихнуть. А вот все-таки Белоусов, возможно, себя еще проявит, просто время ему тоже надо 2-3 дня? Да, конечно. Я даже думаю, ему нужно несколько минут просто, для того, чтобы полностью дойти до Берлина. Потому что Украина, это слишком для него задача, не слишком амбициозная. Он должен весь мир дохватить. Да, но вместе с Путиным, естественно. Да, и смешно то, что Белоусов пока, он что делает? Там идет как бы такая война внутренняя, война в Министерстве обороны. Сажают нынешних и бывших чиновников Министерства обороны и их контактных лиц, связанных с бизнесом, просто пачками. Уже дошли там, покусились на самое святое. Вот это капище Министерства обороны в парке Патриот, который называется Храм войны, да, такой, ну, абсолютно какое-то дикое, совершенно мрачное, сатанинское капище. Так вот там посадили, да, главная святыня, там, фуражка Гитлера. Там, видимо, ночью они там всем поклоняются. Фуражки Гитлера во главе с Путиным в этом капище. Так вот, дошли до святого, посадили директора всего этого непотребства и того человека, который возглавлял строительную организацию, которая это все создавала. То есть метут всех под одну гребенку. Так что им сейчас не до войны. Я, кстати, тоже об этом говорил, что это сильно ослабит. Вот эти все внутренние разборки сильно ослабят Министерство обороны и, как следствие, российские войска. Почему? Потому что они, да, они были все неэффективны, они были все воры, но как бы в любая структура, когда там начинаются какие-то внутренние терки, когда там начинаются какие-то внутренние репрессии, это окончательно все ослабевает эту структуру, потому что генералы начинают думать не как им там чего-то показать на поле боя, а как бы тебя завтра не посадили. Когда человек ждет, что его посадят, ему не до этого. В общем-то, не до того, чтобы воевать. Кстати, не успехи, не успехи, а катастрофа. Начало войны, Второй мировой войны, в той части, в которой участвовала Россия, которую они называют Великой Отечественной. Так вот, эта катастрофа, которая была с советской тогда армией, она во многом объяснялась, что генералы были затерроризированы, запуганы Сталина. Сейчас может ситуация повториться. Так они еще начинают не только думать о военных доктринах и ситуации на театре боевых действий, о том, как избежать тюрьмы, да еще и может сдать друга или соседа получше, так сказать, и для себя выторговать более какие-то выгодные условия. И в прямом смысле начали сдавать друг друга генеральщики Министерства обороны Российской Федерации. Его опять можно назвать Министерством обороны не нападение, потому что вот действительно пришла пора обороняется Министерство Белоусова. Начальник Главного управления связи вооруженных сил России генерал-лейтенант Вадим Шамарин был задержан после того, как против него дал показания его бывший подчиненный. Генерал-майор Александр Оглоблин тоже осужденный за особо крупное мошенничество. Пишет ТАСС, по словам источников, взамен он получил свободу. Неплохо, мне кажется, Кущенко сдают. Пусть продолжают в том же духе. Да, это все как раз напоминает ситуацию перед так называемой Великой Отечественной войной, когда генералов там затерроризировали, и главная задача была вовремя сдать даже не врага, а начальника, подчиненного, друга, брата сдать в НКВД, чтобы он, друг, брат не сдал тебя. Это такая... Путин же возрождает сталинские традиции, вот он возрождает и в том числе в генералитете сталинские традиции взаимного доносистства и стукачества. И, конечно, это их деморализует сильно, потому что если они беспокоятся конкретно за свою шкуру, гораздо больше, естественно, чем за результаты действий их подразделений вверенных, то это, конечно же, играет на руку украинской стороне. Смотрите, Игорь Веленыч, а когда сажают вот этих генералов, там же ж не все бывшие, там есть и те, кто, как Иванов, исполняли обязанности и во время полномасштабной войны и продолжали это делать, допустим, непосредственно уже пребывание в местах не столь отдаленных, они не могут же найти новых, это же их надо как-то воспитывать, учить, рожать, в конце концов. Это будет означать и кадровый голод практически в таких министерских структурах РФ? Ну, кстати, уже эти военкоры сумасшедшие, которые идейные фашисты, они начинают посыпать голову пеплом и рвать на себе волосы в разных местах. Где Суровикин? Суровикин был, да он же там линию Суровикина. Может быть, его как его привлечь? А Суровикин давно где-то там выслан куда-то далеко, чуть ли не в Африку, ссылку, и, конечно, его назад не возьмут. Где этот генерал Попов знаменитый, который там сдерживал, как они считают, украинское наступление в Запорожье? Он сидит, по-моему, или в тюрьме, или под домашним арестом. Да, уже под домашним арестом. То есть они действительно убрали некоторых генералов из тех, кто были как раз более эффективны. И это тоже на руку нам. Однозначно просто. Да-да, Суровикина, кстати, ищу. Там вообще, конечно, несется такая истерика, паника, и не только, потому что, возвращаясь к продвижениям по Курской Народной Республике, по колоннам как-то попадают российским. А с этого инкоры, вот эти там действительно преступники уровня непонятно какого ада и кошмара, подоляка, и же с ним говорят, а как это вообще происходит, что на третьем году войны у кого-то есть страсть передвигать те боевые подразделения колоннами. Говорят, расстрелы надо, так еще немного и до Москвы дойдут. Ярослава и Шойгу тоже в тюрьму предлагают посадить, что, в принципе, не странно. Уже никто не спрашивает их, где боеприпасы, потому что уже на том свете пригожий. Но, тем не менее, рыльский плач несется, и вообще просто плач курский, и не только лишь, а может ли и этот раздрай между Z-военкорами, Z-пабликами, Z-такими представителями и начальством, из-за которого оно негодует, тоже к чему-то привести? И услышат ли они ответы на свои вопросы? Потому что мне кажется, что нет. Да, конечно, никаких ответов они не услышат. Они единственное, что могут услышать, это как было уже во времена Пригожина, позднего Пригожина, они могут услышать и окрик. Окрик из администрации президента, из ФСБ, что если вы будете тут разгонять пургу, да, разгонять какие-то панические настроения, мы вас просто пересажаем всех, как Стрелкова Гирькина. И они, естественно, сразу все заткнутся. А если им еще подкинут немножко бабла, то они будут петь полностью противоположное. Что, кстати, уже замечено за многими военкорами, что они поют то одно, то другое, в зависимости от тех инструкций, которые получает из администрации президент. Но что еще характерно, когда не начинается вот этот плащ Ярославный, когда он начинается? Когда начинается раздрай вообще в российских вот этих, скажем так, и в министерствах, в том числе и в министерстве обороны, и в паблике, то есть в публичном пространстве начинается раздрай, когда они начинают терпеть поражение. Понимаете, они, я об этом, кстати, писал не военкор, а другой, я не буду называть, телеграм-канал, но одного достаточно неглупого путинского халуя. Он писал вот прямым текстом, что они, то он писал мы, ну, значит, для нас они, могут существовать только в двух режимах. Или все хорошо, или все плохо. То есть пока не становится совсем плохо, вот как сейчас, пока уже к ним не прилетает какой-нибудь там черный лепедь или белый песец, они уверяют себя, других, окружающих, общества, свое начальство, что у них все хорошо и нет проблем, что вообще все идет по плану, все отлично, и поэтому они не реагируют на те проблемы, которые зреют, которые начинают возникать. Они начинают реагировать на них, когда эти проблемы уже приобретают катастрофический характер, то есть слишком поздно. И это вот негибкость такая, вот этого системы управления, системы информирования, вообще негибкость российской, вот этого путинского, по сути, глубоко копать режима, а это является его главной очень серьезной проблемой, очень серьезной угрозой, потому что они не умеют четко и оперативно подстраиваться и решать проблемы. Они дожидаются только до того, как эти проблемы становятся практически катастрофой. Однозначно. Какие мы вообще можем рассмотреть сценарии реакции Кремля, это пусть они реагируют, наверное, как хотят, но все же реакции Кремля, которая может последовать однокурские события и, конечно же, последствия тех происходящих там событий, потому что мне кажется, что в разные сферы раздрая и хаоса это может привести, как ни крути, или, возможно, у меня такие перегретые ожидания. Все зависит от того, как дальше будут развиваться события на фронте. Это очень важно. Это как раз та ситуация, когда количество может перейти в качество. То есть, да, у них есть еще проблемы, но они ведь еще на что-то надеются, но когда количество их военных неудач, в том числе в Курской области или в каких-то других местах, растет в новое качество, станет широкомасштабным таким и необратимым, вернее, тогда это вызовет качественный скачок проблем. Мы видели, как это произошло в 22-м году осенью 22-го года, да, ну, то есть даже раньше, вообще в 22-м году, вот эта неудача, этой Блецкрига, а потом удача украинского контрнаступления, она создала в России фактически предреволюционную ситуацию предгражданской войны, когда страна была просто в двух шагах от гражданской войны, потому что путь Пригожина, это не изолированное событие, он был бы невозможен без вот этих неудач российской армии, российского, в принципе, режима в войне против Украины. Именно на этих неудачах поднялся Пригожин, именно на этих неудачах ему позволили вырастить свою армию фактически, позволили бычить на Министерство обороны и многое другое позволили и в результате довели российские власти, как всегда, вот именно в этой ситуации, когда у них все хорошо, пока не становится все плохо, до фактически порога гражданской войны. Если сейчас будут события аналогичные или близкие к такому, что было в 22-м году, к таким неудачам российской армии, в нечто похожее на путь Пригожин и на новую сумуту в России, это абсолютно вероятно. Кирилл Буданов, главный разведчик страны Украины нашей, сказал на этой неделе, что Пригожин в версии 2.0 существует, он в Украине и набивает способности, приобретает их. Мы можем в это поверить или это больше все-таки части ПСО? Я думаю, что это троллеж. Да, Буданов, он, по всему прочему, такой тролль очень, знатный, и он троллит. Понимаете, что будет? Вот он их потроллил, сейчас, значит, совещание, думаю, в ГРУ, в ПСБ, во внешний разведчик. Кто, кто этот Пригожин? Что там делает Украина? Они же еще глупые, российские власти, особенно, кстати, спецслужбы, они верят, ну, они мистически ориентированы, об этом много писалось, вот, они начинают думать, что-то, может, они его обучают какого-нибудь, не знаю, там, нового Пригожина, держат там, в какой-нибудь, Шарпатах, и он там питается какой-нибудь энергетикой, они его там обучают каким-нибудь технологиям, там, ниндзя, еще что-то, а потом он выпустят куда-нибудь, дешантирует в Москву, в Кремль, он там проберется куда-нибудь в кабинет Путина, его там лично задушат. Ну, то есть, они всерьез, я думаю, обсуждают разные гипотезы, совещаются там с участием крупных, может быть, первых лиц даже, так что Буданов там подбросил дровишек в этот костер. Просто Маугли, человеческий детеныш, который потом превратится в человека-паука, Дэдпула, и не только, да, прекрасно, даже представила себе, а потом просто проникнет между кремлевскими стенами и обратно исчезнет так, что никто и не заметит. Вообще, было бы неплохо, конечно, но об этом можно разве что помечтать. Спасите, помогите, это мирное население, по ним стреляют. Бежавшие от боев жители Курской области записали обращенницу к Путину. Они все надеются, что после многочисленных обращений, когда замерзала Россия зимой из-за прорыва теплотрасс, трупов и всего остального, после еще одних таких многочисленных обращений, когда заливала Россию за прорывы в Орске и 20 плюс ряда других регионов, после обращений жителей Белгородщины, не только лишь, в которую Бахпит, сама же Россия сбрасывая внештатные исхождения боеприпасов, думаю, наверное, что помогут. Подозреваю, что нет, конечно, но вот говорят, без крова, без денег, это мирное население, по ним стреляют, а эвакуации, понимаем, как таковой, нет официальной, город, города, которые находятся возле Курской АЭС в районе Курчатова, тоже говорят, у нас не будет, зачем, зачем нам, значит, эвакуация, что происходит, почему забили опять на собственное население и может ли это тут закончиться чем-то, помимо вот этих слезных обращений, которые никто не послушает? Нет, конечно, помимо слезных обращений это ничем не закончится абсолютно, да, это будет обращение к хорошему царю, жалобы на плохих боях, потом им же обещали 10 тысяч рублей на нос, да, вот как интересно, как в России низко ценят население мирное по сравнению с боевиками-головорезами, головорезом выплачивают только за подписание контракта, в некоторых местах в Москве, например, по 2 миллиона, по 2 миллиона, а мирному населению, который там теряет свои дома, им выдают 10 тысяч рублей, вот сравните отношения, но потому что на мир населения властям, естественно, плевать абсолютно, это не ресурс, это не ресурс, который можно использовать в войне, это лишние там просто рты, и поэтому их все прошения и слезные просьбы будут проигнорированы, абсолютно точно, я в этом убежден, и никакого прозрения у них тоже не наступит, абсолютно, тут есть другой момент, скажем, опасный для путинского режима и для его пропаганды, просто населению обещают каждый, можно сказать, не то же каждый год, а каждый месяц, что вот уже вся пропаганда на это ориентируется, еще чуть-чуть немного, еще чуть-чуть, и вот победа, население уже от войны устало, надоело война им, уже как бы интерес к ней даже снижается, и как бы население поэтому все время кормит завтраками о том, что завтра вот еще немного, еще чуть-чуть, вот, и вместо этого, вместо, они все ждут, как что, победы, которую им там обещали, а вместо этого такой конфуз, да, украинские войска уже вступили на российскую территорию и завоевывают позиции российские, в том числе населенные пункты, то есть население начинает как-то уже роптать, то слушайте, ребята, понимаете, обманывать-то можно людей и вводить их за нос, но не бесконечно долго, я уж тоже сравнивал, что коммунисты тоже вводили долго население с обещанием коммунизма, но в какой-то момент все-таки уже даже самая часть обывателей в этом всем разуверилась и начала им отказывать в доверии, так что бесконечно-то даже самых недалеких, так мягко скажем, обывателей все-таки вводить за нос довольно сложно, поэтому это вот такие события, они лишний раз доказывают обывателям, лишний раз дергают их, можно сказать, за рукав и говорят, ребят, ну вас же обманывают, сколько можно ждать, сколько можно терпеть, как у вас просто нагло совершенно вешают лапшу на уши, ну может вы прозрете когда-нибудь, все-таки я надеюсь, что в какой-то момент вот это все-таки прозрение, оно наступит, потому что терпение не беспредельное, даже самых, мягко говоря, недалеких и несмелых людей. И правильно ли я понимаю, что мы здесь тоже возвращаемся к ситуации на поле боя, что будет зависеть количество провалов и их тенденционности, как раз такое и возрастание настроений? Абсолютно точно, это абсолютно коррелируется, это коррелируется с двумя вещами, с провалами и второе, с тем, как война стучится в дверь, потому что будут провалы, они будут вынуждены власти российские, чего они страшно не хотят, проводить мобилизацию, а мобилизация это хаос, паника, и мы это все видели в 22-м году, а следующая мобилизация будет еще более хаотична, вызовет еще, вернее, больше хаос и большую панику, потому что люди уже знают судьбу мобилизованных, что мало кто из них вернулся домой, практически никто, по крайней мере, сейчас не вернулся, все они там погибают постепенно, вот, и хаос и паника будут еще более сильные. Игорь Велинович, как вам международная реакция в частности Соединенных Штатов, Европейского Союза, они говорят, ну что ж, Украина вправе сама решать, как обороняться, но в то же время вряд ли, хоть Вашингтон пост пишет, что мы опять обращались, дадут в администрации Байдена, и вот это трио вечно перепуганных немного Байдена, Блинкина, Салливана, трио фантастику с разрешением бить поглубже, чтобы зафиксировать успехи на Курчине, это, наверное, мы не дождемся, но тем не менее, то, что они даже не говорят, что они как-то обеспокоены, не звонят, говорят, не убивайте Белоусова, Путина, и не нападайте на Курскую область, это уже тоже такой шаг вперед? Да, мы видим, что абсолютно, я думаю, вопреки ожиданиям, кстати, Кремля, Запад совершенно спокойно на это среагировал, и Германия тоже сказала, что мы никаких проблем, тоже начали спрашивать, а что там немецкие танки, а немецкие лица, да, уполномоченные, отвечают, а это проблема Украины, теперь это не наша проблема, где использовать танки, мы Украине передали, я, кстати, абсолютно уверен, что если Украина начнет бить по военным базам в глубине России, ничего не будет, ничего не произойдет, никто ей ничего запрещать не будет, я имею в виду ракетами, я, кстати, могу предположить, что, возможно, уже это и происходит, просто это не афишируют, потому что последние удары очень были эффективны, и я не военный эксперт, да, но в Липске, в том числе, ну, конечно, слышали, да, очень эффективно было, да, мне кажется, что с помощью дронов такой эффект не произведешь, мне кажется, ну, не будем говорить, тем более мы ничего не знаем с вами. Ну, вообще, да, мы вообще, мы мимо проходили, просто новости прочитали, но там действительно Липец-2, 700 капов, которые взрывались так, что это поднималось, вон, посмотрите, сколько детонировало, 414 домохозяйств эвакуировали, это же понятно, ну, может, это дроны лютики тогда летели, а может, что-то более лютое, оставим это тайной. Да, да. Ну, вот как раз, да, и, кстати, реакция Германии, это всегда, ну, не все оппозиции, мы знаем, осторожная, да, и министр иностранных дел всегда выступает с такой жесткой позицией, наверное, на Бербак, но, тем не менее, всегда Олаф Шольц осторожен, а тут вообще-то тоже ничего не сказал по этому поводу. Это значит, что, по сути, на то, что говорит и чем шантажирует Путин, стали к этому обращаться как к такому фону, что плохо слышим. Да, 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 ну, это как белый шум, да, ну, просто, да, по сути, никто уже не пытается разбирать этот шум, а он примерно все время идет, да, они же, они сильно девальвировали свои угрозы, мы тоже об этом уже говорили, но тем, что они их постоянно повторяют, но не реализуют. Они сильно девальвировали эти угрозы, и к ним уже, в общем-то, всерьез никто сейчас их не воспринимает, эти угрозы. То есть, если в начале вторжения, да, вот, в 22-м году, особенно весной, панически прям, настроения были среди немцев, они боялись ядерной войны сильно, что сейчас никто уже ядерной войны не боится абсолютно, то есть, ну, скажем так, конечно, все боятся, так вот, стратегически, как бы, вот это плохо, да, но как какую-то перспективу реальную, это уже не рассматривают. Собаку признали бешеной, как говорит Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, но даже не будем обижать собачек, Путина признали бешеной, мы с вами давно говорим о том, что частичная компонента шизофрении и маразма присутствует, его больной мозгой, чего еще, конечно, бывает страшнее, но тем не менее. Курская АЭС буквально в 30 километрах, да что там ехать менее полчаса, да, может даже меньше, и пока идут вооруженные, некие вооруженные силы по территории Курской области, и уже сами российские, те же паблики, и Ридовки, и Гнидовки, и их каналы говорят, а это значит, киевские террористы хотят оккупировать Курскую АЭС, чтобы использовать ее как элемент шантажа. Я всегда думаю, так вы же любите все использовать как элемент шантажа. Сапорожскую АЭС, где вы со 2 марта 2022 года, ядерку свою без конца доставать и без края тактическую, не только. И вот, пожалуйста, ответный ход, все так, как там любят, значит, может быть, да, мы тоже другого языка там не понимают, поэтому может быть и такой язык. Все-таки, если говорить серьезно, может ли это быть использовано потенциально, если будет такой, конечно, много есть, но тем не менее. Вот такие методы захвата аналогичных объектов, которые Путин держит в заложниках у нас на территории, как усиление для будущей переговорной позиции за столом переговоров для Украины. Да, конечно, это все возможно, этот вопрос просто военных возможностей, да, мы, которые мы не знаем. То есть, конечно, удастся захватить, как говорят немцы, ворум них, да. Это россияне считают, что им все позволено, а все остальные должны придерживаться каких-то правил, которые они сами же российские власти им навязывают. В действительности, это может быть и зеркальный ответ, и в принципе это, скажем так, если это возможно с военной точки зрения. Это первое. Второе, насчет усиления позиций на переговорах, об этом говорят, да, об этом говорят, но я уже, по-моему, тоже повторяюсь, возможно, но я не верю в какую-то эффективность переговоров с Путиным. Вот после, в постпутинской России, кто бы там не пришел к власти, они могут быть, с ними можно будет договариваться, и они, безусловно, пойдут на уступки, попытаются удовлетворить Запад, и так далее, и так далее. Сейчас Путин, невозможно вести переговоры с Чикатило, да, понимаете, если с Чикатило есть только один язык, да, связать, надеть наручники, посадить в клетку, да, вот, и все, больше никаких вариантов нет, потому что он безумен. То же самое с Путиным. Он, за тактические каких-то интересов своих, он может пойти на переговоры. Я уже говорил, для чего? Для того, чтобы, например, внести раскол в украинское общество, чтобы украинцы начали друг с другом выяснять отношения по поводу того, на какие уступки можно пойти Путину, на какие нельзя, или вообще ни на какие нельзя, или будем требовать четко, значит, возвращения к границам 91-го года, или, ну, и так далее, и так далее. Значит, это в условиях, там, естественно, это расхолодит, в армии расхолодит такие переговоры бойцов, такие наиболее патриотически мотивированные граждан, которые, конечно, будут все возмущены, и вступят в какой-то латентный, как минимум, конфликт с теми, кто бы пошел на эти переговоры, да, и все это, конечно, Путину будет выгодно, я думаю, вот из этих соображений он может мутить эту тему, но в реальности никакого мира и так подобные переговоры не принесут в этом, не сомневаясь, ни секунду. Они же обманывают во всем, во всем и всегда. Вот, кстати, характерный момент, сейчас вот сторонники вот всех возможных каких-то договоров, договоренностей с Россией, в том числе и в Германии, они называли вот эту сделку по обмену заключенных граждан западных стран плюс российских политзаключенных на российских же шпионов и убийц, которые сидели в европейских и западных тюрьмах. Так вот, они говорят, вот можно же, вот поменяли, так вот, они просто один маленький момент забывали, что и даже в этой сделке Россия, Путин обманула Запад, она просто повела себя элементарно, знаете, вот как принято было в лучшие, в те времена, когда Путин формировался, да, в бандитском Петербурге 90-х, вместо пачки с долларами всучило лохам в лице западных стран куклу, то есть договаривались об обмене Навального, но Навального Путин отдавать категорически не хотел, потому что это его личный враг, сыр его ненавидит. Он в последний момент подменил, по сути, убил Навального и всучил западным странам собственных же заложников, которые он захватил для этих переговоров и людей, которые, в общем-то, абсолютно для Путина не имеют никакого значения. То есть даже в этом он обманул. И он обманет, в любом случае он будет, естественно, пытаться обмануть, пытаться использовать любые договоренности, любые переговоры только во вред тем, с кем он эти переговоры стал вести. И да, и как вы говорите тоже и пишете, анализируете тему, что, например, ура, патриоты российские это съедят, не подавятся с удовольствием, потому что Путин, несмотря, кто там будет смотреть на жителей Курщины, да, никто на Куряна, вот посмотрят тут и скажут, а вот Путин своих не бросает, вот вернул же своего убийцу, мошенника, и не только. И это заблюрит им и заменит, подменит понятие доверия до вот такого кремлевского диктатора, по всей видимости. Ну а как же Запад дал себя обмануть? Неужели они не должны были понимать на 11-м году войны, которая уйдет в пути против нас с 2008 года аннексии Грузии не только, что вот такое для него повадное и что он может обмануть при любой возможности? Да, понимаете, он же не просто обманул, он обманул с Навальным, а потом подсунул Западу, то есть специально для этого захватил немецкого, вот в Германии так было, по крайней мере, немецкого гражданина Кригера, да, отдал, передал его, российские спецслужбы его захватили, передали Беларуси, а в Беларуси смертная казнь, и здесь Германию уже деваться было некуда, потому что предчеловек приговорили к смертной казни, то есть если бы они не произвели этот обмен, явно обманный обмен, а явно мошеннический, то немецкого гражданина в Беларуси могли расстрелять в любой момент причем, и это было бы очень символично ударило по немецким властям и обществу, так что, понимаете, он, Путин, целый набор методов применяет, бандитских, не только, как я уже говорил ранее, мошеннический обмен, а параллельно с этим абсолютный такой бандитский шантаж убийством, то есть если вы не пойдете на наши условия, не отдадите нам этого Красикова, а цель обмена для Путина был именно этот киллер Красиков, который, видимо, много знал, и уже об этом есть в прессе западной информация, о темных делишках лично, в том числе и Путина, таинственная смерть или убийство Собчака, якобы без него не обошлось, и в любой момент он мог начать раскалываться в немецкой тюрьме, а может быть, он даже и пригрозил как-то через какие-то свои каналы, через адвокатов, там, российским властям, что если вы меня срочно не вытащите, я заговорю. Поэтому Путин должен был его освободить, а какие у него методы? Методы чисто бандитские, значит, мошенничество, подмен убийства и подмен Навального другими людьми в последний момент и шантажистские в стиле рэкетиров, таких кровавых рэкетиров, то есть в стиле кинднеппинга, то есть похитили немецкого гражданина, приговорили его к смерти. В общем, этот вот такой набор до разных методов, он оказался эффективный. Запад дрогнул и пошел фактически на поводу. Да, но мы не пойдем, мы это понимаем, и эти угрозы точно научены, и понимаем, что питерскому подворотному уголовнику верить нельзя, террористу номер один в мире. Кстати, мы с вами тогда и прогнозировали, что этот обмен таки готовится, что недаром Кригера поместили в Беларусь, где есть действительно смертная казнь, а в России нет, и все, как оказались правы с вами, как всегда, Игорь Виленович, потому что вы на аргументах и фактах базируете свой анализ. Спасибо вам огромное за это, конечно же, и за то, что вы время для нас находите. Благодарю, до новых встреч через неделю, надеюсь, скоро. Спасибо вам, Марина, буду рад видеть через неделю. Всего доброго. Спасибо, приятно всегда это слышать. Благодарю, до свидания. Игорь Эйдман, социолог и политолог, Ирина Узлова зовут меня. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал Эйдман Ньюс, там еще больше анализа, мнения от Игоря Виленовича и его ссылки на интервью моим коллегами не только. Хотите знать больше, там вы найдете эти ответы. И на YouTube 24-го тоже подпишитесь. Приятно, когда вы с нами, и это позволяет нашим разговорам продвигаться его просторами. И комментарии свои тоже оставляйте, всегда читаю, вы знаете, интересно услышать, что вы думаете касательно тех тем, которые мы обсудили. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины, увидимся и победим. Субтитры сделал DimaTorzok